Безмятежность. До глубины души пронзает скалы. Голосок цикады. Японская хоку. Напомню, из Шатили мы выбирались рано утром. Вперед нас поехал немецкий коллега. Вчера вечером мы обсуждали с ним маршрут на Амало. Немец крутил пальцем у виска и утверждал, что путь непреодолим. На какой-то момент я даже усомнился в правильности своего выбора. Однако на перевале догнал своего собеседника и оставил далеко позади. Задумался, что не стоило вчера принимать его опасения близко к сердцу. Как ни крути, у каждого свой ритм жизни и порог восприятия. Изменить план заставила погода. По прогнозу намечались дожди и облачность. Соваться в Амало при таком раскладе было нецелесообразно. Решение далось нелегко, но путешествие по одному из самых опасных горных маршрутов отложили на следующий раз. Перелистываю список мест, которые планировал посетить и направляю наш коллектив в Лавру Давида. В поисках ответов Лавра Давида. Смотрите, какая красота. Каньон, можно сказать. Сегодня, когда мы проехали окружную Тбилиси, начались совершенно иные виды. Такое впечатление, что заехали уже куда-то в Турцию. Преобладали равнины и холмы затяжные и невысокие. Здесь опять все поменялось. Здесь уже просто какие-то каньоны. Американские прерии. Такое складывается впечатление. Многогранно и красиво Грузия. Поднимаемся в Лавру. Очень интересно. Это храмный комплекс, расположенный в скалах, в пещерах. Лавра Давид Гареджи – исторический и архитектурный памятник в монастырском комплексе Давид Гареджи. Он был построен в первой половине шестого века. Более точную информацию вы найдете сами. От себя добавлю, что сюда стоит заглянуть не столько из-за монастырей, сколько из-за общей атмосферы Гареджийской пустыни. Некоторые проходят 45 километров пешком из Сагаджео и ночуют здесь в палатке ради воздуха пустыни и утренних пейзажей. Жаль, что я не задумался о ночлеге такого формата. Позже я счел лишним один из дней, проведенных в Тбилиси. Стоило остановиться здесь, в пустыне. Думаю, причина – в отсутствии концентрации. Разум и мысли видали где-то далеко в Калининграде. А сам я ехал на мотоцикле по Грузии. Хорошо остались видео об этих местах. Славлю момент по ту сторону экрана вместе с вами. Мне приглянулся исторический факт. Во времена нашествия на Грузию 1616 года Шах Аббас вошел в Тбилиси, а потом пошел охотиться в степи Карае. В это время была пасхальная ночь, и монахи совершали крестный ход. Аббас увидел огнишествия, решил покончить с монастырем и явился туда со своей армией. Растоятель Арсений попросил разрешения дослужить литургию. После чего монахи вышли к персам, официально отреклись от Шаха и Ислама, за что были убиты. Число погибших за свою веру исчислялось несколькими сотнями человек. Эта информация натолкнула меня на вопрос, а на что я готов ради своих убеждений. Друзья, настал момент истины. Наконец-то гамак, который уже 10-й день едет в кофре, сейчас повиснет, а я повисну прямо в нем. Итак, лавру Давида посетили, зашли в храм. А храм удивил тем, что не было зажженных свечей, ну и вообще там внутри никого не было. Место довольно сильное, намоленное. Понравилась одна икона, долго вглядывался, там три старца нарисованы. Они такие добродушные и улыбаются. Надо будет у знающих людей спросить, как называется. Я бы хотел себе копию этой иконы. Она прям очень добродушная. Сегодня накатались, уже осталось докатиться до Тбилиси. В планах еще баня. Надеюсь, нам повезет с баней. Бани там какие-то старинные, городские, общие. Вот туда и пойдем. Ладно, ты это извини меня, я тоже резкий товарищ, извинитель. Ты любишь просто немножко поручутоливать эти твои стучки, а я немножко их не люблю. Ну, я тоже чувствую, что я тебя обидел, поэтому ставить, простить. Помчали. Что же за путешествие, если оно не делает тебя лучше? За обедом мы повздорили с Александром. Детский садик – это не по мне. Чувствуя долю своей ответственности, я извинился. И как будто камень с плеч. Долетели в Тбилиси на одном дыхании. Расположение духа бодрое. Еще до приезда выбрали хостел. Заранее звонить туда не стали. А зря. Такие организации не жалуют внезапных гостей. Олег Перейра из Волгограда спас ситуацию. В его телефонной книге нашлись контакты хороших людей в Тбилиси. По совету друзей обратились в Тбилиси хорошим людям. Нас разместили в хостел. Места здесь, ребята, скажу вам, знатная красота. Дворики, как в кино. Такого я не видел еще никогда. Очень здорово. Мне понравилось. Сейчас мы с Саней идем ни много ни мало в баню. Ну, куда еще пойти банщиком, старым заядлым. Нам уже все рассказали. Серные бани. Оттуда мы, наверное, снимать не будем. Вряд ли вам интересно смотреть на голые задницы. Кармические приключения. Мы тут с Сашей шли в баню. Шли, значит, шли. Нигде нас никто не хотел увидеть. У всех все занято. Ну, что случилось-то? В бане у нас нигде рады не были. А тут мы пошли прогуляться, уже и спать пошли. Смотрим. Написано в бане. Заходим и ставим. Есть? Есть. Что, надо билет? Халява. Думаю, надо брать. Когда уже били нас в номера, сказали, правда, у нас сауны. Далее начались проблемы с камерой. Рассказ продолжит голос за кадром. Сауны в заведении не оказалось. Девушка на кассе забыла упомянуть об этом. В нашем распоряжении была только серная ванна. Сам ванный комплекс представлял собой длинный коридор со множеством дверей. Каждая ведет в небольшое помещение с раздевалкой и купелью. Горячая вода поступает туда прямиком из преисподней. Простите, из подземного источника. Вода с повышенным содержанием серы имеет характерный резкий запах и обладает полезными свойствами. Честно говоря, классно. Запах такой тухлого яйца, потому что много серы в воде. Почитали, говорят, это полезно. Так что даешь водные процедуры в массы. Туристический вечерний город, если честно, особых эмоций не вызвал. Появилось чувство, как будто мы на пароходе. Зашли в очередной порт и по сложившейся традиции отправились осматривать достопримечательности. Вы не представляете, насколько одинаковы точки притяжения туристов. Типовые рестораны, магазины сувениров и уличные музыканты. Хотя музыка заслуживала уважения. Ребята на площади дали настоящий концерт. Задорная мелодия и колоритный грузинский язык не оставили равнодушных среди зрителей. Субтитры создавал DimaTorzok Шел какой-то там день нашего путешествия. Голос оставлен где-то в дороге, но и по-прежнему в Тбилиси. Вчера были серные ванны, а сегодня с утра пораньше я обнаружил вот такую вот историю. Серебряная цепочка из цвета серебряного превратилась в цвет черный. Об этом нас никто не предупреждал. Сегодня в планах канатная дорога. Там мост Дружбы, по которому ходил сам Пересеневич. Передаем ему привет. Тоже пройдемся. Ну и, конечно, зайти в храм. Как без этого? Вчера поливало как из ведра. Вечером прям дождь был. Жуткий. Хорошо, что мы успели до дождя. Расположились. То есть, в этом плане у нас все было ровно. Сегодня опять солнце. Прекрасная погода. Посмотрите, какие виды. Это что-то. Все цветет, зеленеет. Горы туристов, толпы точнее. Метьевская церковь. Первые упоминания о ней в письменных источниках относятся к 7 веку. Место богатое историей, не иначе. Церковь и горела, и переходила в руки врагам, и возвращалась обратно. Я побывал в стенах этого сооружения. Место намоленное, но кругом туристы. Бурным потоком они сносят всю энергию, накопленную в этих стенах столетиями. В 1226 году город подвергся разорению войсками харизмийского султана Джалал-ад-Дина. При этом, как считается, были убиты 100 тысяч жителей за отказ принять ислам. Сдается мне, это все, что нужно знать о Тбилиси. История города насчитывает более тысячи лет, а жители стоят на защите своих принципов до последнего вздоха. Мы же в горной местности. Тут без фуникулера, как вы помните, никуда. Сашка, ты высоты боишься? Конечно. Я сейчас буду паниковать. С погодой нам по-прежнему везет. Но это очень классно. Я не представляю в дождливую вообще сумятицу здесь оказаться. Какой смысл? Концерт по заявкам. Сказывается, ориентация на туриста. Не успели выйти из кабины фуникулера, как подлетела назойливая цыганка. Стандартные приемы против нее работали слабо. Оказалось, до того назойливой, что хотелось встряхнуть ее за шиворот. Однако игнорирование принесло плоды и проблема отвалилась сама собой. Жара жуткая. Собачка лежит, вообще умирает. Братишка, ты как? Никак. Походу, дело. Человеку с перфоратором я бы вообще поставил памятник. Это же просто анекдот. Но место подкупило тем, что вчера мы здесь пили вкуснейшее вино. сегодня у нас снова здесь и мы тоже пили в вино. Очень круто. Да, лучшего места для стоянки в Тбилиси придумать было просто нельзя. Даже можно было помыть мотоциклы. Саня вот довольный плещется, я следующий. В общем, настоящие павеллы. В эти дворики я влюблен теперь навсегда. Тут просто такие прям городушки, лазы. Обалденно. Мы обязательно оставим контакты в описании. Если ночевать в Тбилиси, то только здесь. Прям классно. Вчера весь вечер слонялись по городу, находились, сожгли калории, накопленные за рулем мотоцикла за неделю. Сомневаюсь, конечно, что мы все сожгли, но мы пытались. Гуляли по ночному городу, помылись под дождиком. Классно, красиво. Выпили чачи. Да, мы вчера попробовали чачу. Это удивительно вкусная штука, сделанная на абрикосах. Очень понравилось, очень. Сегодня держим путь дальше. Амала у нас отпала. Амала отпала. Все потому, что погода в тех краях дождливая. я почитал, посмотрел отзывы и посоветовался с друзьями. Говорят, что это небезопасно для здоровья, поэтому лучше туда не соваться в дождевую погоду. Поэтому едем в Ахалцихе. Там тоже есть, что посмотреть, а также там погранпереход в сторону Турции. Вот туда-то мы и направляемся. Не помню, я говорил или нет. Было принято решение возвращаться домой через Европу. Некоторый такой момент выхода из зоны комфорта. Ну что ж, надо его испытать. В Тбилиси получил судьбоносное сообщение. Прилетело заявление на развод. До этого надеялся, что удержу ситуацию под своим контролем. А нет. Жаль, только удалось настроить внутреннюю тишину и тут такая подача. Как водится, если крах невозможно предотвратить, его нужно возглавить. Так появился путь самурая. Цель перестала иметь смысл. А действительно, зачем гладить руку, которая бьет по щеке? Стало быть, и торопиться любимых бабушки и дедушки. Лето в деревне в полном разгаре, а передо мной целый мир. Коллегиально приняли решение ехать на запад в Турцию. Возвращаться домой задумали по Европе. Вот так, в отсутствии цели, возник путь. Путь самурая. Новые дали еще натолкнут на философские мысли и нестандартное решение. Все это будет высоко в горах с видом на безбрежное Черное море. Субтитры создавал DimaTorzok Сбылась главная мечта купить какой-нибудь ненужную огромную хрень. Как вон такое. С нами едет арбуз. Как я пока еще не придумал, но он точно едет с нами. Сегодня у нас ночевка в горах. Халдзирская крепость. Сейчас смотрим и потом ищем место, где бросить кости и съесть арбуз. А Саня ищет место для продуктов. Арбуз поедет со мной под паучком. Но я хочу на это посмотреть. Местные байкеры. В общем, мы все придумали. Арбуз поместился под сетку. Интересно, как ему будет ехаться. Сейчас понаблюдаем. Едем в сторону крепости и ищем место для ночевки. Ребята, нет времени объяснять. Сегодня у нас хинкали. Понятное дело, что это не ресторан. Мы снова в палатке. Было у нас сегодня такое желание. Мы хотели заночевать в палатке в горах. Вот там горы. Честное слово, в темноте, если приглядеться, то можно увидеть горы. Поэтому весь рассказ я, наверное, оставлю на завтра утро. Пока что я с вами попрощаюсь. И мы с Сашкой просто продолжим бухать. Таки да. Этим мы и занимаемся. День был классный. Забрались в горы, прокатились, нашли место в леске, остановились. Тут, правда, шквальные ветра и периодический ливень, но мы держимся изо всех сил. Всех обнял, поцеловал, заплакал. Ребята, если вы тоже слышите эти звуки, мне кажется, вам должно быть так же не по себе, как и мне. Что-то какая-то стрёмная история. Утро в горах может быть обманчиваем. Горы, конечно, видно, но дождик поливал всю ночь. Еще не забываем про лис. Короче, было весело. Однако, проснуться в горах с таким видом, я считаю, можно позавидовать самому себе. Теперь в этот дождь надо как-то собраться и выехать из леса в мокрую высокую горку. Что у нас снаружи? Вот такая картина. Стоят мотоциклы. Палатку вчера мы поставили даже на растяжке, потому что ветерок был такой, что сосну гнуло к полу. И, кстати, первый раз за весь поход у нас вчера случился костер благодаря газовой горелке. Разожгли мокрые дрова и палили костер. Было классно. Красота. Собираем лагерь. Не люблю этого делать, честное слово. И хотел поделиться, не помню, рассказывал, нет. Для того, чтобы сэкономить время и воду, берем влажные салфетки. Под рукой у меня их нету, показать. все видели влажные салфетки. И влажной салфеткой сразу после еды вытираем тарелки. Мыть уже не придется. Вот такая схема. Друг посоветовал, дальнобойщик. Говорит, всегда так делал. Я попробовал, теперь от этого я уже никогда не откажусь. Вещь вообще безупречная, безотказная. Да, не совсем себе так мы представляли отдых в горах. Под дождиком доедаем арбуз. не зря же мы его везли. А еще нам предстоит адский спуск. Надеюсь, он пройдет успешно. Попробую заснять. Красно, блядь! Красноярск Ух ты! Как-то я сделал это. Таня, все нормально, я снимаю. Вот, короче, отсюда я сейчас на гусе протиснулся. Хотел было с кофрами ехать, но не вышло. Газу, газу! Жив, цел, орел! А теперь туда в горку за кофрами. Вот, еще раз себе говорю о том, что не стоит думать о том, как оно там что-то будет, потому что будет как будет. Он, грибник вахери, стоит там в лесу, короче, смотрит. А я весь вечер переживал, как же мы поедем, как же. Как-то проехали. Сел и поехал, не надо думать. Вот оно что. Пошли за кофрами, халтыхская крепость, до которой мы вчера не доехали. Что-то нас навигатор куда-то не туда привел. Он привел под ее стены ответственные и сказал, чуваки, дуйте пешком. А нет, оказывается, есть нормальный цивилизованный путь в это место. Зайдем, посмотрим. На самом деле, главной мотивацией заехать сюда было купить сувениры, так сказать, запрыгнуть в последний вагон, потому что через 18 километров уже граница с Турцией. Вот, а детварь я подарков так и не купил. Это дело нужно срочно исправить. Ой, хорошо у них тут. Красиво. Погода менялась прямо на глазах. До границы с Турцией оставалось совсем немного. Страховка на мотоцикл была нерешенным вопросом. Купили ее на АЗС у погранперехода. Стоимость полиса составила около 3,5 тысяч рублей. Однако я заплатил 4,5. С покупкой полиса вышел целый анекдот. Вначале обратились по адресу, но понадобилась наличка. Я спросил в соседнем киоске, там для оплаты принимали карты. Ко всему полис стоил всего 1000 рублей. Одного не учел хитрый Денис. Страховка это была для территории Грузии, которую мы уже покидали. Разжились наличкой и купили правильные страховки уже по 3,5 тысячи набрата. Трудностей при переходе границы не встретили. Досмотр таможня производила условно. Так мы с Гусем очутились на территории Турции. Ехали и не верили сами себе. Из Вали, именно там мы переходили границу, направились в Ризу. Это турецкий город на Черноморском побережье. На этом пути были шикарные серпантины, виды и горный перевал на высоте 2500 метров. В общем ехали мы ехали и тут на дороге образовалась непонятная заварушка. Нас остановили в переводчике написали, что короче на этом на асфальте масло и там походу какой-то кромешный трэш творится с трупами и кровью. Это конечно очень печально. Прямо вот свежак там стоит скорая помощь пакуют фуру валяется с горки. Пойдем посмотрим. Если от этого абстрагироваться блин друзья мы еще выше чем были мне кажется и просто у меня в шлеме сегодня шумно. Я еду и ору. Ору от счастья это вообще что-то невероятное. Такие виды. Субтитры Продолжение следует... Продолжение следует... С мусором здесь есть некоторые проблемы, но зато какие виды. Тут за елками жаль не видно. Там вообще низина и прям такая красота, что можно сойти с ума. До Черноморского побережья оставалось немного. Рельеф изменился. Да, нас окружали те же горы, но чаще дорога простиралась в низине, не петляя игриво на горных склонах. Растительность на поверхности гор прижалась к земле. Высоких деревьев на склонах стало гораздо меньше. Дорога весело увлекалась за собой. С каждым пройденным поворотом прибавлялось уверенности в своих силах. Прохождение извилистых участков превратилось в своего рода игру. Заваливая мотоцикл все больше и больше, с азартом наблюдал его и свои возможности. Вечернее время и пресловутый золотой час дополнили картину. Этот кусочек пути стал одним из самых ярких моментов в моей жизни. Я думал, после Грузии все. Оказалось, не все. С ума сойти. На дороге назревал конфликт. Ехал за нами какой-то индейец на X6. И, в общем, ехал он очень странно. То ли за нами наблюдал, то ли соревновался. В общем, то вперед, то назад, то обгонит, то не догонит. Ой, да, на дороге хватает разных людей. Будьте аккуратны. Вот это горы у них тут. По-моему, сегодня самое высокое мы поднимались на 2500. Было здорово и очень холодно. Сейчас мы опустились пониже. Ощущается потепление. Тут встал вопрос, что нам делать дальше. Ехать или ставить палатку. Пока думаем. Субтитры подогнал «Симон» Дорогие друзья, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться для того, чтобы поддержать автора. А нажатый колокольчик непременно зазвенит уже очень скоро. Продолжение следует...